И всем привет, с вами Вернополда, и в этом ролике мы посмотрим подарки, которые наконец-то открылись сегодня 4 января, как Чилл и обещал, 4 января открыли подарки, и как мы видим, билд обновили 8 минут назад. А за информацию об новлении хочу передать спасибо огромное человеку с ником Yakit, потому что именно он мне сказал о том, что игру обновили. И, собственно говоря, именно поэтому мы сейчас посмотрим, что добавили, и я попробую сделать самый полный разбор о всех новых приметах. Что же, погнали. Итак, ребята, я зашел, и ё-моё, у нас добавили какой-то новый инструмент. Move Tool, стойте, 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 стойте. Если я правильно понимаю, я могу... Кстати, смотрите, зиму убрали вообще, обычно Чилл оставляет зиму до весны. Ребята, добавили Move Tool, Rotate Tool и Clone Tool. Чего? Только он что-то работает криво, потому что у меня не 387 блоков, а 62 тысячи. Но, ребята, это очень круто. Теперь стойте станет максимально легким, особенно с Rotate Tool, да со всеми тулами, блин. Теперь можете поворачивать блоки и смотреть, как они будут в повернутом виде выглядеть. Также вы можете, смотрите, также вы можете выбирать угол. Почему здесь написано Scale? Должен быть Angle типа, но Чилл, видимо, дебил, опять накривил, не поменял лейблы. Но в любом случае это очень-очень круто. Можем клонировать. Здесь, к примеру, расстояние, которое можно клонировать, да? Опа, опа. А, склонированный уже нельзя склонировать. Ну вот еще один баг, собственно говоря. У меня не... А, у меня врубился Move Tool, простите. Да, можем передвигать блоки. Также Clone Tool. Мы можем им... А, смотрите, мы переводим с помощью Clone Tool блоки, клонируем их, и он переключается на Move Tool. Так, посмотрим, что у нас добавили. В плане подарков. Мы сюда, собственно говоря, ради подарков. Также проверим магазин. Нота? Мьюзик нот? Так, 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 это интересно. Это очень интересно. Больше, вроде бы, ничего нового не добавили. Но сейчас проверим. Возможно, он попадает именно из подарка. Гифт. Извиняюсь. Гифт. Да. Как в прошлом году, раскрытых подарков не будет. Тогда, в таком случае, мы поищем их вручную. Так, ребят, первое, что нашел, Snowballer Launcher. Пушка снежков. Снежковая пушка. Чего? 25 и 25. Так, блин. Ребята, мы можем стрелять этой пушкой снежками. Я бы проверил... Не звонят в дискорде. Я бы проверил, конечно, подоносили эта пушка дамаг. Но, к сожалению, мне не с кем. Ну, наверное, к концу видео кого-нибудь позову и проверю, что в плане дамага этой пушки. Так, никаких специальных тут эффектов нет. А прозрачность работает правильно. Так, смотрим, что нас добавили еще. Так. Это леденцовые мечи, ребята. Смотрите. Леденцовые мечи. К примеру, можно взять... Так, сколько он дамага носит, мы тоже проверим в конце видео. А в плане properties тут ничего нет. Так, и теперь мы подходим к самому интересному. Music Note. Музыкальная нота, которую мы видели вот в магазине. И давайте проверим, что она делает. Мне кажется, она из-за ГЭТ-Ф. Стоп, стоп, стоп. Мы реально можем дурами и фасоли Сидо сделать? Ах! Смотрите, можем в помощи Select Tool переключать нотки. И мы можем делать даже пианино. Сейчас я этим и займусь, собственно говоря. Так, ребята, я не очень понял. Смотрите. Мы кликаем, но у нас меняются октавы. Однако, как вернуть прошлую октаву, я не очень понимаю. Это очень глупо. Это очень глупо. Сейчас мне придется прокликивать все их полностью. Так, ABCDE. То есть, да, между октавами переключаться нельзя. Это очень неудобно. Но я надеюсь, что Чилл это поправит. Ставлю туда C Sharp. C Sharp. Кто шарит, тот шарит. Кто не шарит, ну, потом будет шарить, можно надеюсь. А, так, все, D. И... Сопа, как на них играть? Так, как я понимаю, с помощью рычагов. Опа. Ну, в общем, придется вам немножечко разобраться. Придется вам немножечко разобраться. Но, в любом случае, я уже жду, жду каких-нибудь гигантских мелодий при помощи Delay Tool. И при помощи этих ноточек будут устроить музыку разную. То есть, там, мелодии разные. В общем, буду ждать, потому что, я уверен, в ближайшее время уже кто-то нибудь это сделает. И посмотрим, какой последний блок у нас добавили. Так, ребята, ребята, я допер, я допер. А помните, в общем говоря, квест под названием Invasion, то есть, вторжение? За него давали всего лишь один подарок. И больше одного подарка за него получить нельзя было. Собственно говоря, этот подарок превратился у нас в вот этот инструмент. И, как я понимаю, его в магазине... А, его можно купить в магазине за 0 золота. К сожалению, я не очень знаю, за сколько золота он продается в оригинале. Но, однако, я посмотрю потом и напишу вам сейчас на экране оригинальную цену этого оружия. А сейчас, как я обещал, я позову своего друга. И мы проверим, сколько дамага наносит меч и сколько дамага наносит, собственно говоря, пушка. Так, мой друг уже идет. И сейчас мы проверим, собственно говоря, сколько урона наносит пушка и сколько урона наносит именно меч. Итак, стреляем пушкой. А, если мы... А, у нас был выключен ПВП, да. Спасибо ему, что он заметил, да. Так, попробуем дубль 2, дубль 2. Пау. Ребята, ребята, посмотрите. Мы сносим ему части тела и... Ё-моё, кстати, а если мы голову? Голову снесем. Так, Рибасах был морально уничтожен лично мною. Ой, блин. Ребята, 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 этот меч работает. Но столько же дамага, сколько... Сколько, извиняюсь, сколько... Вот этот вот меч он носил раньше, примерно так же до набока. И так же он ударял при прикосновении. Сейчас он не уверен, что так работает. Да, сейчас он ударяет только если бить. То есть, собственно говоря, это старый этот меч, его вернули. И давайте проверим, сколько золота он дает, собственно говоря, за... А, за убийство. Так, 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 почему он так... Не-не-не, умре! Так, брум... Три золота, точно так же. Ну, собственно говоря, вот на этом всё. Надеюсь, ролик не вышел слишком длинным, потому что я его пишу на ходу. Думаю, можно заканчивать. Давайте прощаться, собственно говоря. И вот так вот встанем. Поставим здесь пушечку. И, собственно говоря, на этом всё, ребята. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Вот такие вот у нас крутые подарки. Собственно говоря, я хочу сказать, что я впервые за долгое время доволен обновой. На этот раз я уже не вру, на этот раз я действительно доволен. Чилл добавил музыкальные блоки, потому что с музыкой у нас реально были проблемы. А пушка, чтобы убирать части тела, тоже довольно прикольная. Но самое крутое, это, наверное, вот эта вот лопатка и музыкальные блоки тоже крутые. Ё-моё, всё крутое. Собственно говоря, на этом всё. Если будет ещё какая-то информация, то я вам напишу либо в спосте, либо сделаю отдельный ролик. Послезавтра у меня также будет стрим. Точнее, для вас уже завтра, потому что наверняка все смотрят уже 5-го числа. Но если кто смотрит 4-го, то послезавтра, да. 6-го числа у меня в 3 часа по москому будет стрим, так что приходите. Ну, а с вами, собственно говоря, был Яр на полда. Всем вам, ребята, огромное спасибо за просмотр. Спасибо моему другу Рибасаху за то, что помог мне протестировать обнову. Всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова